В основном это ученики 10-11 классов. От каждого учебного заведения по 5 человек. В итоге 205 юношей попробовали свои силы в пулевой стрельбе. Все внизу кучно. Вот опробный разброс какой. А это все кучно. Сначала юноши делали три пробных выстрела. Вместе с главным судьей соревнований оценивали результаты пристрелки. Затем пять зачетных попаданий в мишень. Даже читать и писать им надо учить. Тем более стрелять. Природный дар может быть, но все надо его развивать. На занятиях по предмету ОБЖ у нас есть специальный раздел в 10-11 классах. Орнеевая подготовка. Где дети или из воздушки стреляют, или у нас в каждой школе практически теперь есть электронный тир. Там автомат Калашникова, пистолет Макарова, компьютер, ноутбук. Дети учатся стрелять спокойненько. Потом навыки сюда переносят. 11-классник Артем Мейбородин стреляет хорошо. Он в прошлый раз по результатам личного зачета ездил на краевой турнир. Но сегодня удача была явно не на его стороне. В том году у меня были лучшие результаты. В том году мне удалось занять первое место. В этом году и винтовка не такая была. Мне показалось, что немного прицел сбит был. У меня большинство все ушло вниз. Мне нужно было чуть выше брать. По итогам лучших результатов будет сформирована команда для участия уже в зональном этапе соревнований. Обычно такого уровня стрельбы проходит в одном из районов края. Сначала проходит школьный этап. На их голе лучшие пять человек принимают участие в муниципальном этапе. Кроме соревнований по пулевой стрельбе, у нас также 31 января будет проходить фестиваль гиревого спорта. Тоже среди юношей до призывного возраста. Также в октябре проходит кросс до призывной молодежи. И спортагиада до призывной молодежи. То есть в течение года постоянно ребята готовятся и физически, и морально к службе вооруженных сил. Соревнования по пулевой стрельбе проводились в рамках ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Под девизом «Мы наследники победы, славу Родины храним». Елена Авсецна, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».